друзья всем привет на связи я мы с вами на канале где обсуждаем моноколесо и не только за окном почти середина июня с каждым днем в новом сезоне вижу все больше и больше электросамокатчиков моноколесников велосипедистов но как-то еще все-таки не попросыпались сейчас небольшой ролик развлекательного плана для тех кто ожидает увидеть и услышать какой-то полезный познавательный применимый контент можете смело закрыть и пропустить ждать новые видосы на канале повторюсь что если вы хотите поддержать развитие канала вы можете сделать это тремя способами первые это поставить палец вверх второй это написать какой-то фидбэк какой-то коммент в под роликом в комментариях не знаете что написать напишите одно слово просто андатра это поможет для развития канала и третье конечно это подписка подписки для того чтобы не пропускать новые видео да и в принципе для того чтобы помогать развивать увеличивать нашу популяризацию я имею ввиду моноколесников итак ролик на тему развлекательный повторюсь ролик на тему если бы моноколесо стоило дешевле телефона что бы произошло вот я посидел подумал и набросал около 9 пунктов если кто-то из вас напишет в комментариях что это все было записки сумасшедшего я соглашусь с вами потому что ничего реального с окружающей действительностью все эти пункты абсолютно не несут первый пункт если бы моноколесо стоило дешевле телефона то в кафешках ресторанах наверно в кафешках были бы заняты всегда все розетки не знаю как конкретно вашем городе но если сейчас я зайду сзади вас находится это кафе ресторан на русановской набережной их тут много в киеве то скорее всего я не найду розетку для зарядки телефона потому что они все заняты они все будут заняты каким-то фрилансерами какими-то бизнес-леди которые зашли туда пообедать перекусить встречи с друзьями и как говорят от розетки до розетки если колесо будет доступно всем и она будет у всех то точно так же как телефон его нужно будет постоянно дозаряжать я не думаю что колесо который будет дешевле телефона она будет формата шермана она будет формата легкого ниже среднего соответствующим запасом хода и поэтому его нужно будет постоянно до заряжать второй пункт если бы моно колесо было дешевле есть моно колесо будет дешевле чем телефон встреча на улице друзей встреча знакомых одноклассников одногруппников соседей будет начинаться не с того что а ты подстригся или а у тебя новая футболка за новые кроссы там или новые штаны она будет начинаться с того а у тебя новое моно колесо скорее всего могу предположить третье на досках объявлений фейсбуках в группах районов в соседей появятся объявления появятся запросы куплю моно колесо с большими кнопками для бабушки или для дедушки почему потому что телефон который покупается для бабушки для дедушки он обязательно должен быть вот с такими кнопками чтобы удобно было нажимать а еще лучше если не будут со звуком поэтому моно колесо которая будет доступна всем и которая будет дешевле чем телефон она тоже будет требовать каких-то запросов запросов на большие кнопки в четвертое четвертое если бы моно колесо было дешевле телефона то скорее всего многих бы даже существующих моно колесников стало несколько моно колес одно для работы одно для отдыха точно так же как у многих есть несколько телефонов один для работы 2 для отдыха или сим-карта 1 для работы 2 для отдыха возможно даже кнопочный телефон 1 для работы смартфон для отдыха для соцсети 1 держит неделю 2 держит один день точно также колесо для работы запас 20 километров в час 25 километров хода для отдыха 150 километров сгоняло на море и обратно и еще остался заряд но это не точно 5 5 пункт появились бы барыги которые бы барыговали запчастями для моно колес 1 моно колесо стоит дешево дешевле чем телефон то почему бы не скупать на разборку моно колеса для того чтобы ремонтировать предлагать на замену запчасти для тех моно колес которые уже почти идут в ути на примере автомобилей это дешевле и это на мой взгляд практичнее 6 если моно колесо было бы дешевле чем смартфон чем телефон то моно колесо стало бы не роскошью а средством передвижения как ни крути можете убеждать меня можете не убеждать но я считаю что моно колесо по сравнению с любым другим видом легкой персональной транспорта это все-таки из формата роскошь потому что тот же электросамокат стоит куда дешевле тот же велосипед стоит куда дешевле и колесо которое ценник на которое допустим пусть даже 1000 евро до 1000 баксов в лучшем случае это все-таки это далеко не дешевое удовольствие а вот велосипед за 100 баксов на котором можно доехать до работы и даже не бояться что его сопрут потому что это рук лет никому не нужно это вот это вот это вот самое одно седьмой пункт если бы моно колесо было дешевле чем телефон то это бы привело предполагаю к увеличению активности людей которые обучают этому увеличению количества арендуемых точек то есть имею ввиду точки которые сдают ему на колесо в аренду почему потому что если это дешево то для точки которая сдает в аренду это уже не головняк что это колесо разобьют это не головняк что-то колесо сопрут и это не головняк что за него можно брать деньги имею ввиду как залог почему потому что даже если на сегодняшний день кто-то сдает колесо или сдавал бы колесо в аренду да вот я захотел бы сдать в кейсо в аренду брал бы я паспорт а на коем не нужен я выбрал всю полную стоимость аренды моно колеса а на минуточку кто готов дать за моно колесо да за аренду моно колесо допустим там 50к гривен вопрос восьмой пункт если бы моно колесо стоило дешевле чем телефон то скорее всего моно колесо бы стало неким повербанком почему потому что очень многие люди сейчас передвигаясь по городу по стране в поезде передвигаясь с работы домой с дома на работу через ресторан и через кафе они постоянно таскают собой повербанк небольшой но повербанк мы все с вами знаем что по сути моно колесо это огромный повербанк и поэтому она бы вытеснила повербанки если бы а она стоила дешево б люди бы каждый второй имел это в наличии и 9 пункт если бы моно колесо стоило дешевле телефона на эту мысль меня подтолкнул небольшое видео на ютюбе пранк не пранк я не помню как называется не чувак берет яблоко здорово яблоко и туда запихивает банковскую карту и он этим яблоком на кассе спрашивает яблоко можно оплатить то можно и он прям яблоком терминалу прикладывает и оплачивает девушка можно пожалуйста яблочки apple pie можно у вас так секундочку все проверки пошло или нет со временем моно колесом на мой взгляд можно было бы оплачивать и покупки в том числе то есть если на сегодняшний день по сути телефон вам заменяет все еще лет десять назад об этом нельзя было и подумать да что он может заменить там и телевизор и телефон и карты навигаторы то то же самое может быть и с моно колесом уже на сегодняшний день моно колесо может вам легко заменить и player с музычкой и фонарь который можно использовать дома когда у вас отключили свет и powerbank не в том числе возможно встроив какой-нибудь nfc чип на кассе можно брать терминал прикладывать к колесу и тем самым оплачивать ваши покупки но это не точно друзья вот такой вот ролик получился сумбур мысли хаос мыслей кому было интересно обязательно прожмите палец вверх и до новых встреч и новых видосов всем пока